Липарисы или липариды или морские слизни. Это семейство рыб отряда окунеобразных. Тело длиной до 40 сантиметров, обычно голова стикообразная. Кожа тонка, часто покрыта мелкими шипами. У большинства липарисов есть присасывательный диск, возникший из брюшных плавников. У некоторых глубоководных форм он недоразвит или отсутствует. Грудные плавники часто имеют выемку, разделяющую их на две лопасти. У некоторых липарисов нижние лопасти отделены от верхних и удлинены. При этом они имеют вид нитевидных брюшных плавников. К семейству липарисов относят около 14 родов и около 120 видов. Причем три рода карипрокты, паралипарисы и липарисы имеют наибольшее видовое разнообразие. Некоторые виды обитают на мелководье, другие на глубинах до 450 метров. А есть виды, которые освоили настоящие морские глубины, до 7 километров и более. Лепарисы распространены в морях и океанах умеренного и холодного поясов северного полушария. Некоторые глубинные виды обитают в тропической части Тихого океана. В России – в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Лепарисы – преимущественно донные рыбы. Ротари. Пьетро Антонио Ротари. Это итальянский живописец. Родился в 1707 году, умер в 1762. Ротари работал в Вероне, Вене и Дрездене. С 1756 года по приглашению императрицы Елизаветы Петровны работал в Петербурге. Писал картины на религиозные и мифологические сюжеты, а также портреты. В России Ротари написал ряд портретов и особенно много женских головок и идеализированных жанровых фигур. В кабинете мод и грации Большого дворца в Петергофе их было свыше 300. Миловидность, манерная грация, светлый и нарядный колорит работ, выполненных в стиле рококо, обеспечили их успех в дворянских кругах. Более правдивы и содержательны некоторые мужские портреты. Например, портрет Бартоломео Растрелли, хранящийся в Русском музее. Султанка. Султанская курица. Это довольно крупная птица отряда пастушков. Длина тела 40-50 сантиметров. Размах крыльев до 100 сантиметров. Туловище сжато с боков. Ноги относительно длинные, с длинными пальцами. Общая окраска оперения сине-фиолетовых и зеленоватых тонов. Клюв и ноги красные. На лбу твердый щиток красного цвета. Султанка распространена в Южной Европе, в некоторых областях Африки, Австралии, на Мадагаскаре, в России, в дельте Волги. Но на зиму птица улетает. Султанская курица держится скрытно в густых тростниковых зарослях, по пресноводным водоемам и морским заливам, иногда на рисовых полях. Питается она корневищами, зелеными частями и семенами водных растений, а также рисом, насекомыми, лягушками, мелкими ящерицами. Ввиду того, что этих птиц стало совсем мало, охота на султанку в России запрещена.